приветствую вас дорогие друзья любители электроники бамбуковых инструментов и всяческих дзенских преобразований в этой области да здесь иногда появляется муха я пытался с ней как-то договориться но в общем она может появиться и создать свои сэмплы сегодня я хотел бы уделить внимание который уже раз значит вот этому устройству yamaha su 200 винтажный уже сэмплер прошло где-то 20 по моему лет с его первого выпуска но до сих пор он является таким слов популярным как-то наверно странно здесь звучит но таким культовым тоже наверно слишком пафосно но каким-то таким одним из особых каких-то приборов которые периодически различные исследователи хотят заиметь себе в коллекцию так как другие исследователи ну типа меня например какие-то вот делают об этом обзоры делали какие-то открытия делают какие-то использования этого сэмплера то есть не то как предполагалось на момент выхода да что дескать вот такое устройство которое может помочь сделать вот так там тут 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 ну и на тот момент это было наверное очень круто по-своему но сейчас уже в эпоху программных сэмплеров с приложений и так далее так далее но это все такой детский сад и конечно самые вкусности этого прибора лежат не в этой области вот а некоторых функциях я как раз хотел бы немножко рассказать ну во первых вот прибор очень тактильный да то есть это именно прибор как инструмент то есть не как какая-то даже машина а как такая некая тактильная штука подобная даже вот живым инструментом уж их я с ними более 20 лет общаюсь и с бамбуковыми инструментами с другими ну то есть большой опыт и создание игры и так далее вот могу сказать что это вот устройство подобного свойства вот то есть здесь множество разных функций вот в данном случае я хотел бы ну как бы посвятить внимание вот этой штуки которая здесь называется scratch то есть есть такая кнопочка и вот включается и scratch да то есть у нас ассоциируется это слово с движением пластинки диджеи диджокеи и раньше и сейчас используют такое движение когда пластинку туда-сюда до двигают и получается такой тик 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 специфический звук который сейчас уже даже в зашивается как некий паттерн в различных приложениях и так далее но в данном случае японцы под этим подразумевали то ли осознанно то ли неосознанно то ли сложно сказать как нечто другое но вот как пример то есть у нас есть какой-то сэмпл вот такой сэмпл то есть если мы его нажимаем и после этого нажимаем этот скреч то на вот эту панель скречевую присваивается вот как бы этот сэмпл и мы с ним можем делать определенные манипуляции то есть например если мы проводим получается тогда если назад если мы делаем в каком-то смысле да чем-то похоже на пластинку вот но как бы не совсем да вот тоже самое то есть можно делать такие один из моментов этот вот это та самая тактильность да то что здесь не идет строгая программа что какие-то поймут четверти доли какие-то то есть как бы понятно что это цифра цифровая вселенная но вот она переходит в какую-то вот эту живую тактильность да то есть то есть мы можем сделать то есть мы можем поймать как какие-то такие тактильные секвенции до подобные так тем секвенциям которые мы извлекаем из гитары из бас-гитары из каких-то флейт и так далее то есть особенно это проявляется когда мы включаем какой-то другой сэмпл например там ну можно вот его зациклить то есть у нас звучит вот этот сэмпл и под него мы можем то есть подыграть ритмически или как-то встроить ну проявить вот эту тактильность да ну вот здесь все флейтовый сэмпл перезаписанный или например вот чтобы выбрать другой сэмпл нужно отключить эту кнопку scratch назначить как бы обозначить точнее другой сэмпл например здесь ударный и тогда он присваивается вот этому scratch немногие я вот так понял те кто делал обзоры на это устройство ну в общем-то поняли этот как бы этот замысел японских инженеров ну как бы отнеслись к этому поверхностно типа а ну какая-то ерунда вот но на самом деле если к ней подойти как-то более глубоко мне кажется здесь заложено очень много чего нам вот ну то есть опять таки например если мы запускаем другой сэмпл ну Продолжение следует... Ну вот такая история, да, то есть какая-то одновременная неуверенность такая, но с другой стороны некое погружение, да, то есть вот происходит такая медитация, да, то есть медитация, концентрация, то есть мы не перекладываем на машину вот эти вот, как сейчас в современных устройствах, да, делают, то есть машина сама там хоп-хоп подхватывает, а здесь мы вот как вручную находим эти связки, и я, кстати, на данный момент, честно сказать, не знаю, можно ли записать вот такую комбинацию на другой сэмпл, и вот сейчас в спонтанности попробуем это сделать, получится это у меня или нет, на данную секунду я не знаю, ну, тем, наверное, интереснее будет. То есть задача записать это вместе, да. Ну вот, допустим, такой как бы паттерн, то есть теперь нам нужно выбрать какой-то другой... Так, здесь у нас этот... Ну, вот такой здесь сэмпл странный, давайте его удалим. Чтобы удалить, здесь вот нужно выбрать сэмпл, нажать Yes, и сэмпл должен удалиться, по-моему, так. Сейчас он... здесь все медленно, вот, вот он погас. Соответственно, мы делаем, нажимаем вот эту кнопочку, сейчас я попробую зум, здесь все вот так вот, вот эта кнопочка, значит, ресэмпл. Какой пэд? Вот я уже забыл. Здесь вот, вот это управление, я рассказывал в обзорах, оно такое хитрое, вот, неудобное, но с другой стороны заставляющее, ну, как-то вот шевелиться, да. Так, ну, можно, допустим, сюда записать, нет, вот сюда, он спрашивает удалить, ну, давайте удалим, в конце концов. Несколько неудобно, подсветка есть, но она как бы, если не сильно просвечивается, нажмите старт-стоп, вот здесь уже высвечивается, так, секунду. Вот, здесь нажмите старт-стоп, соответственно, вот это. Ну, вот, собственно, получилось, но, как бы, не совсем, так как, последовательность нужно соблюдать строгую очень, то есть, опять-таки, вот в этих приборах проявляется вот эта такая вот, ну, как сказать, японская логика, что ли, ее назвать можно, да, те, кто, там, я видел всякие обзоры, путешествуют по Японии, сталкиваются с какими-то там такими специфическими особенностями, да, включая там, что до сих пор там какие-то используются, ну, например, там, факсы, которые у нас уже в 90-х годах там почти отошли, а тут там до сих пор используются факсы, какие-то вот эти вот чуть ли не пейджеры там, я не знаю. Ну, то есть, своя какая-то логика, да, то есть, то, что для нас кажется, это, ну, слишком долго, слишком неудобно, вот в японском мире оно вот происходит так, да, ну, то есть, соответственно, по моей логике нужно было нажать кнопки, которые будут задействованы и, соответственно, вместе с ними включиться. Но тут какая-то другая последовательность, которую нужно осознать, да, то есть, соответственно, нужно вернуться к изначальной точке, нажимаем Delete, выбираем эту кнопку, нажимаем Delete. Вот, вот она освободилась, то есть, мы нажимаем опять-таки Resemble, он предлагает нажать, так, вот на этом этапе он предлагает нажать Start-Stop, чтобы подготовиться к этому включению записи, но мы должны, вот здесь я не могу попробовать на этом этапе, не могу понять, не вспомнить, так сказать, где, где вот эти вот у меня сэмплы, да, то есть, я пробую, они не работают, ну, то есть, вот старый прибор, в этом неудобство, то есть, опять-таки, нужно включить какую-то такую последовательность, логику, принять эту логику, обработать ее и, в общем, целая история, да. То есть, сейчас я вот думаю, как обхитрить, да, эту историю, то есть, я нажимаю Scratch, опять он у меня не работает, нажимаю, значит, этот Waiting, то есть, сейчас он ждет, когда начнется какое-то действие, я включу Scratch, он у меня опять не действует, то есть, он у меня только задействует, получается, вот, так. Так, ну, допустим. Ну, вот такая вот история, да, то есть, вот он достаточно долго ждет, когда это все. Так, куда мы дописывали. Ну, и, соответственно, мы этот сэмпл можем обрезать с разных сторон, то есть, тоже здесь все на таком, на такой тактильности, то есть. Вот. Ну, вот образовалась такая секвенция, да, которую мы теперь, ну, во-первых, можем либо лишнее удалить с помощью вот этой кнопки, либо, ну, просто выйти отсюда, и, как бы, сэмпл останется таким. Вот такой сэмпл у нас, то есть, мы его можем перевернуть, например. назад перевернуть, вот, и включить уже, допустим, какую-то обработку этого сэмпла. Ну, вот, допустим, такую, или вообще какой-нибудь. Ну, оставим такую. И, опять-таки, уже на этот смиксованный сэмпл мы можем делать скрэйч. Но, перед этим мы должны, соответственно, выбрать, что это будет за скрэйч, да? Ну, вот, например, вот этот сэмпл выбрали, соответственно, скрэйч. Например, будет вот этот выдавать. Ну, вот, соответственно, это тоже достаточно все нужно включить эту тактильность. Но, хорошо, конечно, что есть, например, вот у меня лупстейшн, на лупстанции, на которой я могу мгновенно записать, уже без вот этих вот всех неудобств, могу записать, допустим, вот этот скетч. Так, здесь у меня обработка. Ну, вот какой-то такой странный, в то же время интересный скетч, который ему можно всячески там также замедлить, изменить, добавить какие-то эффекты. Ну, то есть добавить вот какие-то эффекты, преобразить. А вот, внутри машины все делается гораздо медленней. То есть скорость вот этого погружения, она прям вот такая. Ну, из расчета, что ну, вот как бы вот сейчас 2000 год, казалось бы, такая современность, но на самом деле ну, вот так человек может позволить себе там скажем, ну, целый день вот просидеть и взять какими-то сэмплами, да, что для современного человека это такая прям, можно сказать, роскошь, да, для большинства. Все равно нужно куда-то бежать, чего-то получать, какие-то озон, там, не знаю, что-то. Так или иначе все куда-то вот движутся. Любой, наверное, из нас. А вот. А в 2000 году, ну, человеку особо бежать некуда было. Ну, вот. А уж тем более, там, в 90-м и 80-м. Вот. И думаю, в 80-м такой прибор казался бы ультра-быстрым и каким-то, ну, каким-то вот просто ультра-современным. Ну, вот. Значит, сейчас у меня просто такие хаотичные, опять-таки, сэмплы, но вот ближайшие планы это попробовать в разных качествах записать непосредственно флейты сюда и попробовать что-то сделать непосредственно с ними. Здесь еще зависит от качества записи сэмплов, так как дискретизация записи здесь разная. Можно выставить значит, ну, такое SD-качество, можно качество меньше, 4 разных, короче говоря. Вот. И фишка в том, что вот эти low-fine различные сэмплы, они здесь лучшим образом растягиваются, чем самые качественные. Ну, то есть, опять-таки, для разных ситуаций. И вот здесь еще есть такая кнопка time. вот она здесь находится. И вот этот time, он меняет как бы условно темп, но он его каким-то образом странным растягивает. То есть, допустим, вот сэмпл, нажимаем этот time. нот можно попробовать другой какой-нибудь вот этот. Или другой например, такой. опять-таки этот сэмпл можно как бы ресэмплировать на другой, да? Может быть манипулируя еще и это я не пробовал. скринч можно другой какой-то. манипулируя в hurt? или в силу нужна любая сэмплинация? но вот такое сочетание достаточно интересно и сейчас мы попробуем удалить вот этот сэмпл и записать на него вот он удалился нажимаем и сэмпл нажимаем старт стоп вот я уже старт стоп нажал а он еще только очнулся предлагает бич под вот все очень вот сейчас он ждет ну и scratch не удается нажать вот опять-таки прикол в том что как бы я бы нажал scratch и начал ритмический рисунок но здесь это не получается сервис факс так нажимаем ну вот уже другой как бы так стоп вот он подумал несколько секунд нас над сохранением ну 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 Продолжение следует... 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 ну вот так хотя бы нажимаем loop вот сейчас я не могу обрабатывать нужно выйти из этой позиции нажимаем ну вот такой получается сэмпл да то есть в чем до особенность что вот в этом ритмическом рисунке соединены совершенно какие-то разные потоки да разные флюиды можно сказать то здесь соединена какой-то гитары какого-то музыкантом который даже не помню чуть-чуть я записывал какой-то сэмпл гитары здесь же флейта здесь же какой-то ударный тоже не помню откуда но в данном случае но неважно то есть сплелись совершенно из разных потоков звуки объединились и далее и сюда же вот наш scratch да то есть мы можем выбрать давайте вот выберем так этот ну или другой если у нас есть вот 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 Ну, можно попробовать. Ну, в данном случае такой не совсем как бы ровный сэмпл, но здесь главное именно вот этот сам подход, то что это тактильное нащупывание, то есть одновременно какое-то включение вот этого движения, как происходит на музыкальном инструменте, живом то, что называется. Вот. Фактически это и есть игра на инструменте, да, то есть это нечто переживание непредсказуемых каких-то процессов, результатов. При этом определенные моменты являются какими-то программами, какими-то предсказуемостями. То есть это такой микс из предсказуемых вещей и непредсказуемых. Вот. Соответственно, получается что-то неожиданное. Вот. Оно может быть не впечатлительное, может быть там не модное, может быть такое-сякое, какое угодно, но оно точно получается интересное, живое, да. Но это такое, но это тактильное. Здесь такая еще позиция Loop Remix, довольно-таки странная, более сложная, то есть объединение нескольких сразу параметров. Вот в этой секвенции простой, казалось бы, несколько сразу потоков. То есть, и, соответственно, даже четыре практически. Соответственно, и последующая идея, последующая обработка, последующее воплощение, оно тоже будет каким-то своеобразным, нестандартным. Вот этот подход, то есть даже если это просто не выльется в какую-то композицию, а это может послужить неким отправной точкой для какой-то, ну скажем, последующей композиции. То есть в этом суть. Ну что ж, друзья мои, вот такой обзор. И я надеюсь, мне удалось показать, ну такие в ключевых хотя бы точках, именно особенность этого устройства. Думаю, еще буду много раз, конечно, с ним что-то записывать. Тут оно в каком-то смысле, ну опередило даже свое время. Сейчас, конечно, более сложные программы и так далее. Но не видел я такого, чтобы этот прибор использовали по полной. И вот прям отдельные такие фрагментарные какие-то кусочки кое-где я видел использование. Но в основном, ну такое все достаточно банальное. То есть тут стутся и под это там пару каких-то сэмплов. Вот это можно сделать в принципе на любом устройстве. А это устройство, оно имеет вот эти вот, как мне кажется, достаточно такие интересные и уникальные особенности. Так что, друзья мои, вот спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. И может быть у кого-то есть свой опыт. Делитесь, спрашивайте, комментируйте. Субтитры сделал DimaTorzok